Актуальность проекта заключается в том, что с 1 января регулятор планирует внести электронную осадку в обязательный способ продажи этого продукта. То есть бумажные полисы будут входить в прошлое. И с 1 января мы все вынуждены продлевать осадку, собственно говоря, в электронном виде. Это вызовет огромные изменения, потому что рынок ОСАГО из себя представляет на сегодняшний день порядка 300 миллиардов оборотов. Эти изменения придут к тому, что текущее лидерство, например, «Роску страха», которое занимает порядка 30% этого рынка, уйдет, на самом деле всего, в прошлое. На этом рынке появятся новые игроки, произойдет та же ситуация, которая произошла, когда ОСАГО в принципе на рынке появилась. Словно, если было до появления ОСАГО на рынке 10 страховых компаний, то примерно через год, через май стало 110. То есть это будет сильно менять структуру продаж этого продукта, и соответственно изменится, наверное, его потребление. Мы выбрали продукт для агрегатора, именно приложение, не веб-сайт, а приложение. Это связано с несколькими моментами. Коллеги, которые подходили, говорили нам, зачем нужно приложение, если продуктом пользуются один раз в год. Это не совсем так. И продукт ОСАГО является не совсем продуктом последней продажи. Это стоит продукт в код, я скажу об этом чуть дальше. Поэтому мы считаем, что приложение будет более перспективно с точки зрения продажи не только ОСАГО, но вообще в дальнейшей работе с этим клиентом, который был получен. Следующий пункт был перспективы. Мы полагаем, что год электронного ОСАГО, его распространение придет к тому, что ОСАГО перестанет быть на 3 месяца, на 6 на год, как оно сейчас. В дальнейшем регулятор разрешит продавать продукты, допустим, на месяц, на неделю, на поездку, в зависимости от его потребления. Потому что сегодня это не очень возможно, так как все надумаешься. Это достаточно сложно. Можно дальше? Как я и сказал, ОСАГО продукт в кодах. Когда клиент покупает этот продукт, как правило, ему продают что-то еще. Сейчас это практически происходит не в обязательном порядке, и регулятор планирует ввести штраф в полмиллиона за такие продажи. Но есть и другая практика, когда клиент сам просит дополнительный продукт. В крайне несчастном случае расширения по ОСАГО, либо КАСКО и так далее. То есть ОСАГО, собственно говоря, с момента его появления был таким продуктом входа клиента. ОСАГО, так как это продукт входа, и у нас продавательная концепция предложения, в том числе, что мы хотим привязать клиента, и понимаем, как важно привязать клиента. Привязка клиента является тем мостом, который позволяет продавать другие продукты. КАСКО, карточки РАП, автоюристов и так далее. Чтобы для клиента сделать приложение полезнее, там может быть любая другая информация. Штрафы, ближайшие пункты заправок, все что угодно, все что автомобилисту надо, чтобы он как можно чаще к приложению входил. Можно дальше? Мы видим, что наше приложение будет полезен не только для личного, ну окончательно точнее клиенту, но также и для наследников, которые будут существовать. Это агенты и автосалоны. Агентам и автосалоны это будет интересно по той простой причине, что они общаются все равно с клиентом в ходе продажи, им необходимо делать расчет по нескольким продуктам, по нескольким страховым компаниям с водой. Автосалоны, ну аналогичная ситуация. Что еще происходит с агентами? Агент, как правило, при продаже получает комиссию. На сегодняшний день сахарщики по ОСАГО комиссию платят не за каждый проданный полис, а только за тот полис, который попадает в определенный сегмент. Ну, например, если вы продадите полис... Да, прошу, прошу, прошу. Дальше. Ну, и, соответственно, монетизация продукта предполагается как за оформление полис и импорт данных, получается страховщика, и, соответственно, получается агентов как автосалонов за массовый расчет за оформление. Сейчас мои коллеги покажут, в общем-то, как мы реализовали приложение. У нас есть какие-то варианты, которые нужны для оформления каких возможностей мощных двигателей, марта, модель, глинат и так далее. Мы что-то выбираем? На первом экране мы просим пользователей ввести те данные, которые требуются для расчета базовой стоимости агентов. Когда он получает билл пациент, за который он может купить полис, мы предлагаем ему ввести персональные данные для того, чтобы он получил полную сумму конкретно под его служением. Соответственно, он может понять билл пациент и дальше продолжит пользоваться приложением. И на третьем шаге он может купить полис сразу. Соответственно, после этого приложения остается тот полис, который он купил, и там же все те, которые он дальше может совершить. Ну, все. Аплодисменты, ребята! У меня вопрос. Много говорилось о точке фобия привязки клиента. А к чему клиент привязывается? Для коммунского регрегатора. То есть мы ставим в своей цели привязать клиента к себе. Потому что, если мы возьмем, допустим, тактику западной страны, то страховщики лет 20 назад перестали играть ту роль, которую играют туристы. Игорь Михайлович, что такое агрегатор? Технически или логически? К чему привязывается? Я клиент. То есть агрегатор для меня чем представлен? Приложение? Приложение. 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 Ну, то есть, как называется, другое приложение более, там, слушаем... Не-не, верни назад. Расчетно. Расчетно. И выделяете. Немножко дело не в этом. Дело в том, что стоимость ОСАКО для разных клиентов, в разных страховых компаниях, она отличается. То есть, если вы хотите на сегодняшний день застраховаться и узнать, где вам будет дешевле всего, вы звоните либо на десяток страховых компаний, либо вы обращаетесь в брокер, который вам способен этот расчет сделать. Соответственно, приложение позволяет вам этого не делать. Вы заходите, вбиваете первичные данные, видите примерный расчет. Если вас это устраивает, вы вбиваете уже свои права и получаете точный расчет на основании КПМ, который вы доставляете ОСАК. Так же вы можете... Уникальное торговое предложение в чем? Появляется второе, так вы же вбиваете. Те данные, которые вбивает пользователь, он может сохранить, ему не нужно будет уже второй раз вбивать, потому что немало данных, которые... Чем он площадку с травмировал на сегодняшний день? Мы этого не делаем. Мы это сделать не способны. Сегодня нет ни одного агрегатора, который вы можете внести данные и получить расчет ОСАК. Такое ресурс интегрировано со страховщиком надо его... А вы на струклируете? Да ладно, допустим. Мы его делаем. Коллеги, подождите, правила игры тут задуманные, что задают жюри. На сегодняшний день страховщики не продают активно... Коллеги, можно я отвечу на вопрос, чтобы все понимали? На сегодняшний день вы можете зайти сейчас на сайт РГС и попытаться купить электронный полюс. Вам это не удастся. Сервер перекружен. В СССР такая же ситуация. Заходит SN News. Написано, что регулятор разбирается с какими компаниями, так как они, собственно говоря, не дают продавать, покупают клиентам вся электронный полюс. Вот тогда вы сможете на втором углу где-то еще впить подобным образом этот полюс. Но сейчас такого сервиса, чтобы вы зашли и могли узнать точный расчет по вам, нет, его не существует. Вы когда звоните куда-то, оставляете данные и так далее, но только отсутствие. Все понятно. Все понятно. Все понятно. Вопрос в том, что он завтра появится. Вопрос в том, в чем у этой системы, кроме желания удержать билет, во-первых, смотрите, мы понимаем, что это не единственный сервис, их будет много. Но рынок очень большой. Тот, кто зайдет на этот рынок первым, будут натирать просто клиентскую массу автомат. Я не собираюсь национироваться с Mail.ru, с Яндексом, с Рампером и с кем. Я абсолютно четко понимаю, что рынок 300 миллиардов потенциальных, который прирастает еще в 20% входа, если экономика пойдет в первый, будет расти гораздо быстрее. На нем места хватит всех. Как я буду в дальнейшем удерживать клиента? Собственно говоря, с сервисом по другим продуктам. Потому что в конечном счете я еще раз говорил, что Asaga – это продукт входа. И насколько я хорошо смогу продавать остальные продукты, насколько много у меня будет клиентов. Ну что ж, спасибо. Подождите. Еще раз, коллеги зададут вопрос, никто не задает. Да, гарантизацию. Хорошо? Гарантизацию. Гарантизация происходит с двух сторон. Она происходит, первое, от страховщика. По корректорному Asaga комиссию платить нельзя. Соответственно, страховщик может платить за заполнение документов, за доставление данных и так далее, за услугу. Второй момент монетизации – это использование приложения агентами или автосалонами, то есть посредними. Которым оно надо, потому что клиенту им надо в любом случае застраховать по осаду. А выписывать им бумажный полис в этом случае не очень удобно, потому что это дороже. Так они клиенту быстро застраховали, забрали деньги, продали им еще свою НАГО, свою ТАС и еще что-то. Поэтому с две стороны. Надо комментарий просто буквально. Конечно. Чего не хватает этому сервису? То есть надо клиенту зацепляться за что-то. То есть вы даже тому же самому сервису просто, ну, вы его клиента, ему не будет буквально. То есть нужно набирать базу клиента из разных мест. Тогда что-то можно сделать. И тогда тот быстрее, да, вот этот воронок у нас работает. То есть он первый вошел на рынок, там, у него база будет увеличиваться, если достать. А пока вот этого, ну, физической массы здесь очень не есть. Вы понимаете, что рассчитывать и что понимаете? Мы так и полагаем, что этот воронок устроится. Количество клиентов, которые будут обращаться, будет очень большое. Если посмотреть статьи сейчас по воронежу, где люди пытались расстрашиваться, то количество желающих просто достаточно большое. И когда вы говорите, что сейчас, представитель, может быть, цель даже зацепить или нет, сейчас стоит цель выйти первым на рынок. Потому что кто на рынок первый шагнет, человек забьет шаги в сторону и отца, и все, что он увидит сверху, он туда кликнет, перейдет и возьмет. Да, маркетинг это страшная сила. Ну что ж, ребята, еще раз вам спасибо. Спасибо.